В Евпатории есть своя рапунцель. Длинноволосая шатенка Алия Насырова уже стала победительницей промежуточного этапа всероссийского конкурса «Русская коса». Как отрастить такие волосы и доставляют ли они неудобства красавице, знает Екатерина Куницына. Увидеть Алию с распущенными волосами удается далеко не каждому. Чаще всего девушка носит их в косе или собирает высокую прическу. Неудивительно, длина ее шевелюры до пят. Алия стала победительницей недели во всероссийском конкурсе «Русская коса», главный приз которого – «Квартира в Москве». По словам Евпаторики, длина волос не является основным критерием. Но у нашей красавицы определенно есть преимущество. С детства мне очень нравились длинные волосы. И благодаря моей маме они выросли такими длинными. Она очень много вложила терпения, труда и любви в то, чтобы у меня были такие волосы. Для того, чтобы полностью расчесать волосы длиной 2 метра, которые, кстати, весят более 2 килограммов, у Алии уходят около часа. На мытье головы примерно столько же. А вот чтобы шевелюра высохла, нужны целые сутки. Нашей съемочной группе Алия рассказала и показала, как она расчесывается и делает прическу. И не стала скрывать от зрителей секрет красивых волос. Да, научила, как и ухаживать, и мыть, и расчесывать, и заплетать. Очень долго мама помогала мне. И мыла волосы до 18 лет, и расчесывала до 15. Особого секрета нет. Я просто подстригаю ежемесячно секущиеся кончики. Стараюсь правильно питаться и следить за ритмом жизни. Перед сном красавицы заплетают косу. Шампуни и бальзамы Алия используют самые обыкновенные, которые можно купить в любом магазине нашего города. А вот феном не пользуется, дает волосам высохнуть самим. Девушка ведет здоровый образ жизни, занимается йогой и часто улыбается. Ведь главное – это позитивный настрой и оптимизм. Пожалуй, любая современная девушка хочет красивые и здоровые волосы, как у Алии. Наша Рапунцель поделилась своим секретом. Ну а мы можем поддержать ее на конкурсе, отдав свой голос за нее. Екатерина Куницына, Олег Кушлю. Новости Евпатории.